привет всем спасибо что вы с нами на нашем канале пугачёва пытается напомнить о себе но получается каждый раз все чудовищнее и чудовищнее как-то в одном из интервью пугачёва обронила фразу мне всегда жалко того кто страдает но кто сейчас страдает больше еще вопрос только вот свою жалость примадонна гастролирующая в последние два года между израилем кипром и прибалтикой проявляет избирательно подобно старой орликинши она продолжает каждый раз напоминать о себе на этот раз опальная бывшая примадонна решила высказаться недавнем обстреле киева свежий пропитанный скандалом комментарий пугачёвой возмутил русских людей которые не стали молчать она заявила бог терпелив но всему есть предел свой комментарий певица сопроводила фотографии из киевской больницы на которой изображены женщины с ребенком пугачёва решила использовать самые подлые методы для вызова жалости вышло стыдно ведь раньше она не решалась комментировать действия своих соотечественников поражает что пугачёва не высказала ни слова например о севастополе а когда случилось например трагедия в крокусе пугачёва молчала до тех пор пока шквал хейта не вынудил ее отреагировать скорбь должна быть и в душе они в соцсетях они оправдывалась она если страдают россияне то певица скорбит молча пора признать что пугачёва не способна на искреннее сочувствие пост пугачёвой активно обсуждают шоу-бизнесе певицу призывают лишить всех наград и признательно агентом из-за очередной попытки дискредитации российской армии меж тем прочитав слова пугачёвой о боге не стала молчать и мария захарова официальный представитель мид россии осадила пенсионерку мне кажется бог без советов пугачёвой разберется не тимошка видит немножко как говорится не стыда не совести избирательная слепота журналистка марина ахмедова прокомментировала слова пугачёвой так я думала ее предел уже наступил еще раньше а оказывается у таких людей предела вообще не бывает когда они летят вниз то без предела и без дна и их счастье только в том что бог действительно терпелив ко всем и к таким как она в том числе но почему терпелива к ним наша власть вот здесь уже вопрос а в госдуме и вовсе обратились в минюст с просьбой признать пугачёву иноагентом первый зам главы комитета обороны алексей журавлёв заявил что пугачёва регулярно размещает не объективные материалы об общественно-политических событиях и комментирует работу военных в зоне слоу пугачёву давно уже пора признать иноагентом и лишить всего имущества в российской федерации как это положено за дискредитацию вооруженных сил российской федерации необходимо сначала признание иноагентом а потом уже следственные разбирательства уверен что следствие при желании может обнаружить в ее действиях дискредитацию российской армии а это уже статья уголовного кодекса российской федерации пригрозил народный избранник но что тут скажешь для нескольких поколений том числе и моего пугачёва была главная певицей в стране обласканной властью и любимой народом мега звездой спевший массу хитов на все времена авторитетом которому прислушивались бог терпелив алла борисовна вы правы и он не на вашей стороне а вот ваша избирательная скорбь это уровень не примадонны а мадам брошкиной